15-й этаж на Варбатской высотке. Офис креативной студии ресторанов Чайхана номер один Тимура Ланского. Что у нас с логотипом? Здесь особая кухня, дизайнерская. В 2000-м Тимур создавал интерьер первого ресторана в буквальном смысле своими руками. И через 15 лет внимание к такой для кого-то мелочи, как доска, не случайно. Сила его бренда в мелочах. Новый, более демократичный такой формат Чайханы. И там люди будут подходить к раздаче кухни и сами брать блюда. И вместо традиционных подносов будут такие вот подносы в виде деревянной доски. Задача сложная – создать сеть доступных кафе формата фастгуд, но сохранить при этом качество кухни и атмосферу классической Чайханы. То есть не будет ощущения такого, знаете, дешевого фастфуда. Новый этап 15-летней истории – одно из крупнейших ресторанных сетей в России. В этой программе мы узнаем, почему, когда большинство ресторанов закрывается, Тимур Ланский открывает новые. Ну и цены у нас особо не растут. С чего начиналась история российского ресторанного бренда? Была только юрта и семь столиков. Почему национальный продукт лучше? Мебель тоже делается на заказ, тоже в России. Сделано в России и столики, и тарелки, и деревянный поднос, и котлета на сковороде из российского мяса. Бизнес-стратегия сети ресторанов Тимура Ланского – качество кухни, стабильные цены, ориентир на российского производителя. Хорошие помидоры. Вернемся к деревянному подносу, работу над дизайнерским оформлением которого мы наблюдали в самом начале программы. А производят их в подмосковном Домодедово. Дубовые доски планируют сделать подносами для блюд в новом проекте Тимура Ланского – чайхане быстрого питания. Мы наблюдаем создание одной из первых партий. Партия досок-подносов готова. И вот она наша готовая уже доска в чайхане на Новослободской. Мы на кухне находимся. Что будем подавать на этой доске? Эта доска у нас под шкумбрю. Сейчас как раз мы ее подмариновали в узлуке. Надрежем и отправим в копчильню. Минут на 20, да? Минут на 20. Пока она будет там стоять, мы приготовим котлету из мраморной говядины. На столе бренд-шефа сети Шамсиддина Камалова – рибай и мраморная говядина из Воронежа. Раньше она у нас была австралийская и новозеландская. Сейчас у нас это воронежская. Нарезаем говядину для царь-котлеты. Сегодня день сложный. Глава компании принимает новое сезонное русское меню. Нужно согласовывать. Так как у нас есть и технологи, и менеджеры по закупкам. Это мы должны коллегиально принимать решение. В команде Тимура – Шамсиддин с момента создания первого ресторана. Ежесезонное обновление меню – его рук и таланта дело. После обжарки котлету отправят на несколько минут в духовку. Пока котлета жарится и печется, а рыба коптится, мы узнаем, из каких мелочей складывается суть успешного бренда. Вы можете увидеть такой свадебный ковер, ручную работу. Бренд-менеджер Римма демонстрирует детали оформления и интерьера сети ресторанов. Так как сеть у нас расширяется, мы все-таки решили прийти к такому варианту. И вот по таким оригинальным проектам создаем в Иваново вот такую вот ткань. Этот бархат идет на обивку мебели и подушек в Чайхане. Мебель, кстати, впрочем, как и рисунок на ткани, тоже разрабатывались в дизайнерском бюро Тимура Ланского. А вот это уже производится в Башкирии. Это образцы готовой посуды. Здесь на обратной стороне вы можете видеть наш фирменный логотип. Это очень важно. Дубовая мебель собирается в Одинцово, украшается чугунными вставками. Униформу для сотрудников шьют в Москве. Здесь вы видите такой оригинальный халат. Очень симпатичный. Это униформа уборщицы. Ну а здесь это... Доставка, я так понимаю. Совершенно верно. В 2011-м Тимур Ланский придумал именной знак качества Чайханы номер один. Чайник с короной. Деталь, подтверждающая бренд и персональную ответственность владельца. Защита от подделок. А их по стране десятки. Это где? Это, господа, пытались сделать на водном стадионе в Москве. То есть они используют наши шрифты, наши подложечки. А это? Ну это вообще, это виды, да, Чайхана номер один. Единственное, что в Владиславе Муковке О написали Муков Па, это Махачкале. Были еще Таганская площадь и Адлер. Качество блюд копировать не пытаются. Привлекают посетителей элементами известного бренда. Пока мы изучали степени защиты бренда Чайханы Тимура Ланского, бренд-шеф подготовил для дегустации блюда сезонного русского меню. В чем наша концепция вообще Чайханы? Номер один – это, скорее, такой городской микс московский. Фантазия на тему Чайханы, в которой могут быть блюда всех народов. Большинство блюд приготовлено из российских продуктов. Эксперимент с импортозамещением в рамках Чайханы прошел успешно. Мы теряем меньше остальных. Там другие рестораны потеряли в прибыли, в рентабельности. Если 30-50% вынуждены закрываться, то у нас потери – 15% в среднем. Поэтому мы выживаем, поэтому мы конкурентоспособны, потому что мы сделаны в России. Доказательства на столе. Около 20 блюд, доступных, понятных и вкусных. Большую часть ингредиентов Тимур выбирал сам. Я вот, например, стараюсь активно участвовать в том, что касается производства, креатива. Потому что это формирует бюджеты, формирует расходную часть компании. И если здесь не держать руку на пульсе, то можно запустить ситуацию, и бизнес может стать убыточным. Главное в сложившейся на российском рынке ситуации, говорит Тимур, – это манера управления бизнесом. Глава компании должен быть в курсе цен и качества предлагаемых на рынке продуктов. Раз в 2-3 месяца Тимур Ланский в сопровождении бренд-шефа и управляющего сетью обходит столичные рынки и магазины. Лично выбирает возможных поставщиков, оценивает качество продуктов. Вот эти алтайские, да? Цены кусаются, но можно торговаться. Нас заинтересовали раки. По тысяче, куда-то смотрю. Хорошую, да. Если брать 100 килограмм в день, по чем будете отдавать? Кто не торгуется, тот не знает реальных цен, а значит, теряет деньги, говорит Тимур. Идем смотреть мясо. Если мы будем брать целиком туши и сами их разделывать, и придумаем блюдо, допустим, для оседельной части, экономия, да, и оптимизация расходов по закупке мяса может сократиться на 40-30%. Из этого, допустим, может получиться шикарное казан-кебаб. В казане с картошкой, с тимьяном. Вполне возможно, что это может получиться к типу продаж. Информация о ценах поможет в переговорах с действующими поставщиками и в поиске новых. На этом месте в 2000 году и первая Чайхана и возникла. Подмосковная Жуковка. Когда-то на месте Чайханы номер один здесь стоял прогоревший со временем ресторан Анатолия Кома. А вот там луга были, да? Огромный заливной луг, гигантский. Вот. И мы поставили здесь диджея, поставили вот наши скамейки. Даже не было навеса. Ресторан построили через 9 лет после премьеры. В память о первой юрте основатель решил взять ее за основу архитектурного решения здания. Вот это вот кто придумал? Я придумал, как и многое в нашей Чайхане, вот эта идея из бруса сделать такую конструкцию, аналог юрты. На стартапе все приходилось делать своими руками, вспоминает Тимур. Мелом на стенах он рисовал варианты оформления и отделки, объезжал строительные рынки в поисках материалов. И каждая идея, и каждый гвоздь были на вес золота. Как мне кажется, успех был в том, что мы соединили клубный челлаут и восточный традиционный ресторан. Сейчас под созданным Тимуром брендом работает около 40 ресторанов. У Тимура 15 инвесторов. В бренд вложены десятки миллионов долларов. Например, запуск флагманской Чайханы стоил около 5 миллионов, и сеть продолжает расширяться. Для того, чтобы изучить новое направление в развитии Чайханы, нам необходимо вернуться в дизайнерское бюро компании. Здесь сейчас идет активно работа над нашим новым проектом. Это вот он как раз, да? Да, это будет такой бюджетный вариант Чайханы номер один. Основное меню Тимур планирует сохранить, но цены за счет сокращения расходов на обслуживание гостя будут ниже в два раза. Здесь задача стоит перед нашими архитекторами сделать более демократичным. Интерьер и посадка станут проще. В оформлении будут внедрены элементы хипстерского дизайна. Все элементы интерьера сделаны из функциональных предметов, которые будут использоваться в кафе. То есть деревянные доски, мясорубки, казаны. Пилот, Чайханы быстрого питания планируют запустить на Старом Арбате. Новую пятилетку в жизни сети обозначат новым проектом. Потратив 15 лет на создание бренда, закрепление его репутации, сегодня Тимур Ланский делает ставку на российского производителя и финансовые возможности потребителя. Сделано в России и этим можно гордиться. Редактор субтитров А.Семкин